Вы смотрите последний выпуск детских вестей в этом году. С вами Амина Магомедова. Сегодня мы расскажем вам, что вам будет интересно смотреть в этот Новый год. И для какого потока Дед Мороз совсем не понадобится. А вы знали, что до конца 2019 года осталось всего 10 дней? Самое время подводить его итоги. Для нас самым главным событием этого года стало появление программы «Детские вести». Первый наш выпуск вышел 18 мая. С тех пор мы сняли 16 программ, сделали 38 сюжетов, провели 10 опросов и 15 раз проинструктировали вас о погоде. Наши репортеры взяли около 60 интервью, в том числе у посла Японии в России. Известного актера Ивана Стебунова и самого Дедушки Мороза. Самому младшему журналисту нашей команды исполнилось 4 года, а самому старшему 13 лет. Всего же над выпусками «Двести» работали около 50 репортеров, 8 операторов, 2 редактора, 2 монтажера и 1 дрон. Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Уже в ближайшие месяцы вас ждут 2 новые программы от нашей редакции. Ну и конечно сами детские вести, первый выпуск которых в 2020 году выйдет 4 января. А чтобы вы знали чем занять себя в ожидании нашей новой программы, мы подготовили для вас обзор мульт и киноновинок, которые выйдут в первые дни нового года. Начало каждого года время громких премьер. Обычно все кинотеатры заранее готовятся к долгим зимним каникулам. Ведь в это время только ленивые не ходят в кино. Мы решили узнать, какими новинками нас порадует январь. И повод для радости себя не заставил ждать. Один из моих любимых мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк». Я очень долго ждала, когда выйдет моя любимая четвертая часть. И вот, она выходит. Ура! На этот раз героев ждут интриги мира шоу-бизнеса. В 317-м царстве проводится большой конкурс песни. И кот ученый обречен на успех. Правда, это еще нужно доказать, что и будут делать любимые герои мультфильма уже в ближайшие недели. На пути у них станут сладокоголосый павлин, блистательный хомяк Жордж и даже поющие соленые огурцы. Но мы-то с вами точно знаем, кто должен оказаться лучшим. Голос-то сильный и главное противный. А это как раз то, что народ любит. Еще одна мультпремьера Нового года «История про фиксиков», которым также предстоит побороться за свое доброе имя. Противостоять им на этот раз будут неуловимые роботы-кработы. Битва развернется нешуточно на земле и под водой. Ведь на кону будет стоять известность фиксиков. Точнее, совсем наоборот, тайна их существования, которую противники обещали раскрыть всему миру. Внимание! Мои маленькие помощники! Работы! Для тех, кто из мультиков уже вырос, программа кинопросмотров более серьезная, самая громкая премьера Нового года – исторический фильм «Союз спасения». Он рассказывает об одном из самых драматических моментов нашей истории – восстании декабристов в 1825 году. Это история противодействия идейных людей и властей. Это история, как они искали согласие, как они пытались найти между собой примирение, и как у них это не получилось. После победы в войне с Наполеоном молодые офицеры задумали, недопустимо изменить Российскую империю раз и навсегда. Что из этого получилось, мы узнаем позже на уроках истории. А тем, кому не хочется ждать, прямая дорога в кинотеатр Ульяновска. «Союз спасения» выйдет на большой экран уже 26 декабря. Конечно, мы рассказали вам не о всех премьерах ближайших недель. Будет еще блокбастер про инопланетян «Второжение», известный на весь мир мюзикл «Кошки» и может быть даже удивительный документальный фильм «Байкал. Магия воды». В любом случае, в каникулы лучше не сидеть дома. У кинотеатра всегда найдется, чем нас порадовать. Специально для детских вестей Яна Борзенкова. Праздники всегда хочется поделиться радостью и счастьем со всеми вокруг. А наш следующий. Следующий сюжет расскажет, кому это особенно нужно. Выставки бывают разные. Кто-то предпочитает любоваться живописью, кто-то интересуется доспехами и оружием, а мы не смогли пройти мимо выставки «Кош», которую на днях проводил ульяновский клуб «Симба». Царственные мейн-куны, игривые ангорки, спокойные бенгалы, аристократичные бобтейлы. Это только со стороны кажется, что все мурлоки одинаковые. На выставке же не покидает ощущение, что перед тобой совершенно разные животные. Единственное, что их объединяет, это четыре лапы, хвост трубой и неизменное обожание со стороны людей. Допустим, собачка у вас. Вы можете с ней пойти гулять, и каждый ее увидит и может спросить, что за собачка, какая порода, как ее содержать, чем кормить. Кошечку вы на улице не увидите, только если она, к сожалению, бездомная. Поэтому здесь вы можете увидеть разные породы, которые просто в природе, вот так вот на улицах они не встречаются. В специальных вольерах и переносках – непростые котейки. В каждом течет голубая кровь, у каждой свой паспорт и своя родословная, в чистоте которой могли бы позавидовать лучшие королевские дома. На выставке мохнатых участников проверяют на соответствие требованиям породы и выбирают лучшего среди равных. Лишь несколько хвостатых не участвуют в общем соревновании. Они – участники проекта «Кошка в дом». Вот этим проектом мы привлекаем внимание, во-первых, к проблеме бездомных кошек, а во-вторых, у нас проходят активности, которые учат ответственному отношению к домашним животным. Например, там завтра у нас будет школа юного ветеринара, потом школа зооволонтера, где мы расскажем, как помогать котикам. Вариантская или дворовая обыкновенная – самая распространенная порода кошек. И все мохнатые оказались на улице по своей вине. Кто-то – потомственный обитатель, подворотни, а кого-то выставили на улицу хозяева, которым он чем-то днем годил. Так или иначе, неважно, почему кошка оказалась без дома. Гораздо важнее то, как можно ей помочь. Многие просят у Деда Мороза щенка или котенка, но на самом деле, чтобы стать обладателем усатого-полосатого, не надо ждать Нового года. Зима – самое опасное время для любого четвероногого. Погибнуть животное может даже не от голода и холода, а просто от того, что ему негде выспаться и восстановить свои силы. Конечно, брать домой котейку с улицы небезопасно. Мало ли чем он может оказаться болен, да и характер у иных мурок совершенно непредсказуемый. Но, к счастью, в нашем городе есть неравнодушные люди. Зоу-волонтеры, которые лечат подобранных животных, делают им необходимые привывки, стерилизуют и приучают котку. У каждого котика есть история. Они очень интересные, занимательные. У кого-то детектив, у кого-то триллер, у кого-то мелодрама. Когда на стене в группе «Кошкин дом» публикуется котик, когда его ищут, ищут ему дом, обязательно вся эта история рассказывается. И хозяева новые получают историю эту, получают фотографии, полные фото, архив в электронном виде. То есть у них вход приходит с историей, с судьбой. Для тех, кто не может себе позволить взять сжатого питомца домой, есть иные варианты помощи. Начиная от покупки корма для воспитанников кошкиного дома и заканчивая вполне конкретными делами, которые можно сделать для мохнатых сирот. Например, свозить в поликлинику или оплатить им лечение. Приобретая этот календарик, вы помогаете животным в приюте. А сделать это можно в страничке ВКонтакте «Кошка в дом». Там же вы всегда можете найти информацию, как стать волонтером движения и чем именно можно помочь тому или иному котику. И помните, не надо ожидать, чтобы подарить кому-то чудо. Для хорошего дела момент всегда подходящий. Специально для детских вестей Данил Шагунов. Новый год – это время чудес и свершения самых заветных желаний. Мы решили узнать, о чем мечтают ульяновцы в канун самого волшебного праздника. Новогодняя ночь – самое волшебное время года. Каких чудес вы ждете от Деда Мороза? С таким вопросом мы обратились к ульяновцам. Мы ждем чудес. Елочку, красивые подарки под елкой. Обязательно. Чтобы Дед Мороз пожелал всем здоровья, успеха и радости. Чудес. Ну, я надеюсь, наверное, что в этом году более лучший год будет, чем прошедший. Сейчас, то есть в данный момент. Вот. Думаю, радость принесет детям, взрослым. Я хочу снегурочку и Деда Мороза. Мы хотим, чтобы никто не болел, чтобы все были здоровы. Я жду какой-то сказки на самом деле. Хочется, чтобы в новом году все были здоровы, все были счастливы и намного радостнее, чем в этом году. Веселого времяпрепровождения. Сходить на елку сюда, в центр. Если будут там ледяные фигуры, будет здорово. Каких чудес вы ждете от Деда Мороза? Мы ждем сына от Деда Мороза. Спасибо. Свой подарок для нас подготовила лаборатория мультфильмов. Очередная работа ребят в нашей программе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И много-много подарков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дед Мороз По-моему, есть Ну, елочка самая, это главное Это Деда Мороза Надо ставить елку, украшать ее Просить у Деда Мороза подарки Поставить камеру, чтобы камера заследила его И посмотреть, если он на самом деле или нет Все говорят то, что Чтобы получить подарки Можно хорошо себя в году уйти Но я так не думаю Что стишок надо учить Чтобы Дед Мороз дал вам подарки Тебе дарят подарки Ты этот день проводишь с семьей Загадываешь желания И у тебя хорошее, прекрасное настроение Лучше быть на улице, не сидеть в телефоне Играть в снежки Кататься на санках И ходить, кататься на коньках Потому что в Новый год могут проходить много мероприятий И вам обязательно надо там побывать В новогодние каникулы Можно уехать куда-нибудь за границу Желательно в какую-нибудь теплую страну Чтобы не скучать по лету У нас каждый Новый год Типа сказки Все блистящие И все как там И все Лингердарно Такое Лингердарно Это что самое дорогое Всех с Новым годом Желаю счастья, здоровья Чтобы у них в будущем году Все было очень хорошо И у них всегда сбывались мечты И никто никогда не болел Новый год самый лучший праздник В мире Отпускать Новый год Никуда мы не хотим Привет! С вами Алиса Терляева И сегодня я ваш инструктор по погоде На этих выходных нас порадует солнышко Но все равно Одевайтесь потеплее Ведь на улице зима Что? Думаете, что на Новый год Не будет снега? Не волнуйтесь Дед Мороз обещал Обо всем позаботиться Какой же Новый год Без сугробов? С наступающим!